В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 2891». В XIX век был русским ренессансом рассвет всех искусств мирового значения. Это было благословение Божие. В XIX век весь залит кровью. Две мировые войны и гражданская мясорубка. Как объяснить такой контраст? Каков ваш прогноз на XXI век? Отвечает Игнатий Лапкин. Что имеете в виду конкретно художников и писателей? Но много ли там того, что служило к прославлению Творца? Только, увы, так что Божьего там было весьма мало и весьма сомнительное было творчество умных людей. Может быть, самыми значительными событиями была отмена крепостничества в 1861 году и перевод Библии на русский язык в 1876 году. Перевод на русский язык творений святых отцов, труды Серафима Саровского, Феофана Затворника, Лопухина, отца Григория Дьяченко. Были войны и на Балканах, Севастополь и Чечня. Никакого большого контраста я не вижу между этими веками. Войны были всегда и были подвижники всегда. Ни один век не дал столько мучеников за Христа, как 20-й век. А с позиции вечности все остальное ничего не значит. События не прогнозирую. Я не пророк, а проповедник. Цитирую Библию в русском переводе и больше почти ничего не делаю. Но мы уже весьма близко к приходу Антихриста. Это видно по глобализации, по ННН, по новым грядущим паспортам, по законам о толерантности и экстремизме, об искусственном соединении в борьбе с терроризмом, насаждаемым государственными же структурами. Матфея 24, глава 33 стих. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Экклесиаст 7, 10. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Филиппийцам 1, 10. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непрекновены в день Христов. Умение хранить, не занимать, чего-то стоит, чтоб не лезть в долги. Врасплох не заморозит нас зима, к ней подготовиться заранее смогли. Здоровый от родителей в аванс, с трудом усердным мускулы крепчали. На поприще земном испытывает нас, доколе к пирцу в вечности причали. Уметь хранить счастливые моменты, в них в детстве нам маячил славный день. Там ласкою родительской согреты, уютность помнится от их родных колен. Припомнится экзамены не раз. С молитвой вытащил я первый свой билет. Скажу без похвальбы и без прикрас. Почувствовал себя с пятеркой, как атлет. Я помню книгу в черном переплете. Открыл Новый Завет и проглотил страницы. Все, как вчера, вдруг обожжет, как плеткой, и от ожога нет нужды храниться. Неисчислимы нежности Христа, повторены в разных вариантах. Люблю, вычитывая, дневники листать. Благословение припомнить так приятно. Знал наизусть библейские стихи. Со всех сторон прикрюлся ими плотно. В печь на растопку кипы книг плохих. Не для души писали их, для плоти. Нас верность сохраняет от разлук. От одиночества, общения с родными. Тепло объять их, рук сомкнутых рук. И на ветру с такими не остынем. Хранитель ангел, сохрани от бед. Мытарство предлежат, этап последний. Успеть построчно свой куплет пропеть. И не забыть, в чертоге ждут одетым. 4.12.05. Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok